Какие-то энергетические, допустим, каналы и через пальчики. Это просто физическое движение руки активирует. Нет, нет. Если вы возьмете чем-то там, квишкой, например, то же самое поделаете, толку не будет. Вы именно своей энергетикой активируете. Все-таки энергетикой своей энергетикой. Да, конечно, а как же еще? Вообще, ведь слышали все, руки лечат. Мы так устроены, что наши руки лечебные. У всех абсолютно. Не важно, занимается человек этим, не занимается. У нас руки лечат. И ведь, обратите внимание, где болит, туда мы кладем руку. Это интуитивно делается. Идет женщина, о, держится. Понятно, где у нее болит? Это всегда так. Мы это не замечаем, мы привыкли к этому. Но наши руки лечат. Это так на самом деле. Это первое, мы сказали, недостаток энергии. Убирается вот таким способом. Занимает это три с половиной минуты. Можно вопрос? Да, конечно. А если, допустим, другому человеку ты там энергии... Пожалуйста, пожалуйста. Например, человек в коме находится, вот там проблема у него какая-то, от чего-то умирает. Вы можете соответствующий центр ему взять, покрутить. Пожалуйста. У человека плохо, вы можете, например, у мамы у вас там или у папы, инфаркт развивается, то есть та же самая стенокардия, да? Он там оха и так, это ему не до того, он не знает. Вы подошли, покрутили, вы сразу же прерывали этот приступ с инфаркдией. Легко и просто. Можно другому человеку делать, пожалуйста? Все реаниматологи знают, у реаниматологов есть приметы. Как у большинства профессий каких-то, вот у врачей, которые работают в реанимации, в реанимационном отделении, у них есть приметы. Если человек, находящийся в отделении, в коме, то есть без сознания, тянется рукой в пах, значит он час-два и умрет. Все знают это, никто не знает почему. Человек без сознания, человек в коме, то есть обездвиженный, и вдруг рука начинает тянуться в пах, в промежность. Почему? А потому что первая чакра промежностная, это чакра жизни и смерти. Если бы тот же самый реаниматолог просто взял и активировал эту чакру, он бы спас жизнь человеку и вывел его из комы. И тело само, уже даже в обезвиженном состоянии, само тянется, пытается что-то сделать. Лена говорит, у отца так было. Это стандарт, понимаете, это обязательно. Равно как вот неврологи, например, не знают, но мы как бы немножко отходим от темы. У неврологов есть такая, тоже не знают. Любой человек после инсульта, который терял при инсульте речь, начинает говорить с мата. Неважно, какого уровня развития человека. Он, может, никогда матерных слов в жизни не употреблял. Начинает первые слова, которые начинают говорить, матерные, обязательно. Всегда, без исключения. Неврологи не знают почему. Объясните? Человек в жизни, скажем проще. Потому что мат – это не просто ругательство. Вот обращали внимание, это интересная, кстати говоря, тема, ну, немножко, пять минут не дадите, объясните, потому что у нас, к сожалению, в нашем обществе принято ругаться направо и налево. Матерно ругаться, не просто там обзываться как-то, а именно матерно ругаться. Так вот, матерные слова – это сакральные слова. Никогда не обращали внимания, что очень много военных терминов связано с звуком. Например, что там, поле брони. Почему? Никогда не задумывались, почему поле брони? С какой радостью? Причем мы что, ругаться с собой пришли или драться? А потому что раньше, когда-то, у нас не было оружия физического, не было вот этих мечей, там, арбалетов, всего прочего. И люди поражали противника звуками. Почему мы говорили, что форма, звук и цвет меняют это пространство, этот материальный мир. И изменение пространства, поражение противника шло с помощью звука. Поэтому очень много рота, поле брони. Если вы посмотрите военную терминологию, там половина, наверное, слов связана с звукопроизнесением. На самом деле это так. Потому что это вот оттуда все идет, с тех пор. Так вот, слова, которые употреблялись, вот эти бранные, опять слова, да, поле брони, бронимся, это как раз мат. И вот эти самые матерные слова. И поскольку они являлись ключевыми, очень важными, они употреблялись только на поле брони. То есть в какие-то критические моменты, когда либо пал, либо пропал, да. То есть когда нужно убить противника, не убить, когда не убивали, тогда его изменить, обездвижить, там, обезопасить его, сделать его безопасным. Вот это делалось с помощью вот этих бранных слов. Поэтому эти слова записаны у нас на генном уровне. И когда человек, да, и когда человек начинает, приходит в себя, он еще не помнит, не знает других слов. То есть у него кора еще не работает. А гены, они срабатывают в первую очередь. И в первую очередь начинают именно вот эти слова произносить. Поэтому нельзя ни в коем случае ругаться матом. Нельзя. Потому что это сакральные слова. Это в крайнем случае, когда вот действительно какая-то жизненно опасная ситуация, они сами вылетают. Да? Да. Потому что тут они будут адекватны. Вот. А просто так в жизни нельзя. Нельзя. Поэтому дискомфортно себя чувствуешь, когда слышишь это. Да, да, да. Вот, к сожалению, в нашем обществе внесено какая-то уже, не знаю, даже эту культуру не назовешь, но привычка, что ли, ругаться направо и налево. Родители ругаются при детях совершенно спокойно. Мальчики, идя с девочками, ругаются при них совершенно спокойно. Они ругают, они разговаривают так. Я вообще вот... Да. Печально, что девочки, не понимая этого, позволяют при себе ругаться. Это тоже очень важно. Почему? Потому что нарушение, то есть произнесение этих слов вызывает нарушение, опять-таки, на генном уровне. Это не просто так все. Если девочка позволяет при себе кому-то ругаться, эта девочка себя не уважает. А в отношениях с мальчиком я всегда своим дочерям говорю, если сама себя уважать не будешь, никогда тебя мальчик уважать не будет. Почему? Потому что он к тебе будет относиться не как к человеку, а как к тому, что может удовлетворить его потребности. Вот и все. Он к тебе так и будет относиться. То есть ему нужно переспать, женщина, он с тобой переспит и все. Уважать тебя он никогда не будет. Почему? Потому что ты сама себя не уважаешь. То есть принцип такой. Скажите, пожалуйста, а вот алкоголизм, курение, это вообще связано? Нет, давайте не путать все опять котлеты и мухи. Я, по-моему, сейчас озвучил, что я берусь лечить все, кроме алкоголизма, наркомании и психиатрии. Почему? Потому что можно вылечить эти проблемы? Можно. Но там принципиально совершенно другой подход. То есть эти три проблемы возникают по совершенно другой причине. Это то, что связано с внедрением в тело человека чужеродной сущности. Курение к этому отношения не имеет. Это совсем другое. Поэтому не надо курение, табакокурение с алкоголизм смешивать. Это разное совершенно. А с наркоманией что ли смешивать? Алкоголизм, наркомания и психиатрия. Нет, я имею в виду курение отнести. К какому тогда? Дурная привычка. Дурная привычка. Зависимость. Нет, зависимости не возникает. В наркомании возникает зависимость. В алкоголизме возникает зависимость. А в табакокурении нет. А почему люди не могут бросить? Чистой воды привычка. Не могут чаще всего потому, что не хотят. Ну так же и алкоголь, мне кажется. Пока сам человек не захочет. Нет, дело в том, что алкоголь является одним из метаболитов нашего тела. Да. Алкоголь это метаболит. Ежедневно в нашей печени вырабатывается порядка 100 мл чистого этилового спирта. То есть надо это? Алкоголь это наш естественный метаболит. И алкоголизм, зависимость от внешнего употребления алкоголя возникает только в одном случае, когда мы употребляем алкоголь часто. Почему? Потому что закон сохранения энергии. Если мы получаем это снаружи, зачем нам вырабатывать это? Поэтому если человек достаточно регулярно употребляет алкоголь, перестает он вырабатываться в собственной печени. И поэтому ему все хочется и хочется. Да. И поэтому раз у него мало, а ему нужно, он пытается получать это все снаружи. Но чем больше он получает снаружи, тем меньше будет вырабатываться. У нас есть диабет первого типа и диабет второго типа. Когда диабет второго типа, он даже называется инсулин независимый. Но в 70% случаев наши доблестные эндокринологи сажают людей со вторым типом на инсулин. Хотя он даже на названии написан, но не думают совсем. Вернее думают, они понимают, они просто по-другому объясняют все это дело, они сажают. То есть это искусственно тоже все сделано. Сажают на инсулин. Но когда человека посадить, со здоровой поджелудочной железой посадить на инсулин, у него через полгода уже будет диабет первого типа. Потому что у него собственный инсулин просто перестанет вырабатываться. Так же, как человека сажают на гормоны, у него собственные гормоны перестают вырабатываться. И все, полгода-год, и вы потом не слезете с этого. Почему? Потому что своего не будет. Это тот же самый алкоголизм. Только единственное, что алкоголизм не всегда, но на конечных этапах, когда начальный алкоголизм с внедрением чужеродной сущности не связан, а чужеродная сущность не является позже. И когда появляются такие проявления, то есть не всякий алкоголизм связан с внедрением сущности, когда появляются такие вещи, как человек что-то делал, а потом не помнит что, вот это уже внедрение чужеродной сущности. Это уже показатель того, что да, он как бы дошел до точки. Потом в лесу, где детские грибочки, а потом не помню, дошел до точки. Ну вот так вот как-то. Мы начали про то, что энергетические нарушения. Вы про недостаток энергии сказали, а про дисбаланс. А, да, правильно. Увлекаюсь и ухожу в сторону. Недостаток мы сказали, как убирается. Дисбаланс убирается тоже просто. У нас передняя сторона тела ассоциирована с энергией инь, задняя сторона тела ассоциирована с энергией ян. Соответственно, если вы попеременно будете напрягать то одну, то другую, одну, другую, одну, другую, три раза переходите от одной до другой, то, соответственно, вы будете балансировать эти энергии. То есть напрягли переднюю поверхность, 30 секунд подержали. Прягли заднюю, 30 секунд подержали. Лучше всего делать в положении лежа. На спину легли, ручки, ножки слегка развели, голову приподняли, согнулись, вот лежа на спине, да, 30 секунд задержались в этом положении. Потом перевернулись, прогнулись назад, лежа на животе, 30 секунд задержались в этом. Опять на спину, опять на живот, опять на спину, опять на живот. Три раза переходите. Все. Таким образом, это занимает, если по 30 секунд, еще три минуты. Значит, вот три с половиной одно, усиление энергетики и три минуты другое, балансировка энергии. Если вы шесть с половиной минут в сутки будете тратить на себя, то у вас никаких болезней не будет. Все понятно. А вот можно просто, значит, вот вы говорили про кислотно-щелочной баланс, да? Вот мне интересно, вот это так люди рождаются или по какой причине? У кого-то повышенная кислотность, у кого-то пониженная. Кто-то вот не может вот кислое давать, его не чувствовать. Вы опять пытаетесь смешать котлеты? Нет, я спрашиваю. Нет, вот я говорю, вы спрашиваете, потому что вы не понимаете, смешивая одно с другим. Когда речь идет о кислотно-щелочном балансе, речь идет о теле. А вы сейчас говорите про кислотность желудка. У нас пищеварительный тракт устроен таким образом, что там должна перевариваться пища, которую мы принимаем. В частности, кислоты и щелочи участвуют в этом пищеварении. Почему? Потому что кислоты разлагают пищу и щелочи разлагают пищу. И эти процессы тоже существуют в нашем пищеварительном тракте. Но они только вот в этом пищеварительном тракте. И вот узнать, что хуже, а что лучше из этого? Не вкусно. Что лучше, плюс или минус? Вот это вопрос такого, и то, и другое нужно. Для того, чтобы разложить пищу, у нас, например, во рту слабо-щелочная. Идет как бы перепад. Я не то, что такое говорю. Я не об этом. Я имею в виду пониженная кислотность? Нет. Менее опасная или повышенная? Менее для организма. А вот это, что хочет, получше? Говорят, хрен, редьки, не слабо. Поэтому и то, и другое является проявлением болезни. Вот мы говорим, принцип золотой середины. То есть весь мир так устроен. Вот синусоида. Все процессы идут по синусоиде. Сначала в одну сторону, потом в другую. Здоровье – это тогда, когда отклонение в одну сторону, такое же, как отклонение в другую. Нездоровье – это тогда, когда в одну сторону больше, в другую меньше. Нет, вот я хотела узнать, это люди так каштаются с таким или как? Почему у одних? У одних помещено, а у других повышено. Потому что у одного может быть отклонение в одну сторону, а у другого может быть в другую. То есть это ничего на это не влияет? Когда вы берете маятник, он качается одинаково, да? Это баланс. Если вы его возьмете, поймаете, он будет в эту сторону стоять. Это будет болезненно. Если вы поймаете с этой стороны, он будет в эту сторону стоять. Это тоже будет болезненно. Любая крайность вредна. Это всегда патология. Истина всегда посредине. Только надо понимать, что это не статика, а это динамика. Когда в одну сторону, столько же в другую. Поэтому не сказать, что лучше, что хуже. Опять смотря для чего. Для примера привожу. Я говорю, невозможно ответить на этот вопрос адекватно. А почему так? Увеличение кислотности приводит к проблемам в желудочно-кишечном тракте. К язве, к изъязвлению, к нарушению желчевыделения и так далее. То есть все к печеночным проблемам и поджелудочным проблемам. Это значит, у кого кислотность повышенная, у того больше шансов заболеться. Вот эти проблемы, да. А недостаточная кислотность, например, очень часто заканчивается онкологией. А, ну вот так вот. Это повышенное и пониженное давление. Хрен редкий не слаще. И то, и другое это болезнь. Другое дело, что это отклонение приводит чаще к вот этим болезням, а вот это отклонение больше чаще. А что есть люди, у кого как сбалансировано, как вы говорите, что это, ну в смысле, не повышенное, не пониженное, а как? Это норма, это у большинства людей. А норма, есть люди с нормой? Конечно. А вот я не так. Одни любят? Я, вот она. Практически, ну опять, понимаете, мы возвращаемся к началу нашего разговора. Болезни, практически все проблемы возникают из-за накопленного. Не из-за старости, не из-за того, что мне там 57 лет, да? А из-за того, что я накопил что-то. Другое дело, я могу это накапливать, а могу не накапливать. Накопил, убрал, накопил, убрал, накопил. Это мои проблемы, мое дело. Захочу, уберу, если я знаю, как это делать. Правильно же? Но это не 57 лет виновата в том, что у меня вот это проявилось. Я почему и спрашиваю, потому что у детей, у маленьких, одни лимон берут и едят, как будто яблоко, а другие от яблока, от кислого, им это уже кислое, им только конфета. Вот я вот поэтому и говорю, что тут не возраст, а вот именно. А рождаются люди так, или как, получается, что? Очень много всего здесь замешано. То есть проблемы могут иметь корни на кармическом каком-то, то есть с прошлых жизней идти. Вообще, мы как раз недавно разговаривали, вчера, да? С Ириной на эту тему. Если вот брать как бы другой аспект появления проблем, две причины появления проблем, две всего. Первое. Проблемы, заболевания даются человеку тогда, когда для решения какой-то задачи. Ведь наша душа рождается, воплощается в этом теле для того, чтобы чему-то научиться решить определенные задачи. То есть вот пошли мы в пятый класс, мы начинаем там решать задачки вот такие-то. Соответственно, в зависимости от уровня развития души, в каждом воплощении свои задачи. Кому-то нужно одни задачи решать, кому-то другие. Соответственно, болезни могут быть либо для того, чаще всего эти детские проблемы, это проблемы, которые даны, это задачи, которые даются ребенку для решения. Ну, например, нужно человеку вот в этой жизни научиться там доброте, состраданию, там еще чего-то. У него обязательно будет какая-то боль. Почему? Потому что невозможно сострадать болей другого, если ты сам не знаешь, что такое боль. Так ведь? Поэтому, чтобы человек научился чувствовать боль другого, нужно, чтобы у него была своя боль. И у него в этой жизни будет какая-то проблема. Он будет страдать, мучиться с тем или с другим. Для чего? Для того, чтобы вырвать от себя это качество. Никогда об этом никто знать не будет. Он будет ходить к врачам, врачи будут его лечить, у него будет боль продолжаться. Может так и быть? Может. Это вот один момент, когда болезнь, проблема решена, дана как какая-то задача, поставленная перед человеком на это воплощение. Тогда эту болезнь лечить не надо, нельзя, невозможно. Почему? Нет, как раз возможно и нужно. Только надо, если вы понимаете смысл, то есть если она дана вам для того, чтобы вы развили в себе какие-то качества, вам надо поскорее развить в себе эти качества. Потому что как задача решена, все, болеть перестается. Вы решили эту задачу. Маленький ребенок как это понимает? А маленький не поймет. Он поймет это только когда станет взрослым, и то уже, как правило, более взрослым, более старшим. А второй вариант, когда болезни развиваются, болезнь является следствием того образа жизни, который мы ведем. То есть опять, то, что я говорю, накопление я. Если я все время ем мясо, избыток мяса какой-то, то, естественно, это приведет к каким-то изменениям в моем организме. Если я опять что-то буду делать не так, эти изменения вполне могут развиться в болезни какую-то. И так далее. Поэтому здесь вот это болезнь. В большинстве случаев болезнь всегда это наш какой-то неправильный образ жизни. Соответственно, для того, почему я всегда говорю, врач за вас, вас здоровым не сделает. Почему? Потому что болезнь вами заработана. Вы, ваш образ жизни привели к тому, что у вас развилась вот эта болезнь. Соответственно, какому бы вы семипяди во лбу врачу не пришли, он за вас эту проблему не решит. Вы должны сами решить. Единственное, что может сделать врач, помочь вам. Да. Он может вам объяснить, рассказать и сказать, что сделать. Но за вас он ее не решит. Вот это надо понимать четко. Именно поэтому. Поэтому вот в этом плане, да, все болезни возможны двумя вариантами. Либо для чего-то, либо вследствие чего-то. Ответил? Что кислотность? Нет, ну тут же ладно, кислотность, все, я поняла с ней. Ну, вернемся к алкоголу. Так. А не выпить ли нам? Чуть позже. Вот, значит, вы говорите, что немножко где-то его можно употреблять алкоголь, чтобы того... Ну, во-первых, я такого еще не произнес, но вы абсолютно правы. Нет, вы видите, часто и много, это вредно. А когда где-то немножко, то же как бы... Что не написано, то вообще. Да, я сделала вывод, что это значит нормально. А если человек вообще не пьет, это тоже плохо? Или это... Это тоже ненормально. Это тоже ненормально. Рассказываю. Вот когда я запомнил на всю жизнь, у нас был очень интересный преподаватель по психиатрии на пятом курсе, психиатрия во всех медвузах, и в академии то же самое. Вот такого ростика, ну метр с кепкой. Щупленький такой, глаза на выкате, еврейчик такой интересный. Продолжение следует...